Девушки отдыхают Бодибилдер с двумя выступлениями за спиной Его ожидает такая тяжелая работа, которую он еще не испытывал Кай, как обычно, поступает непредсказуемо, выбирая легкий тренинг всего тела Вместо тяжелого, упрощенного тренинга, который постоянно практиковал Брэндон То, что задумывается, как простая тренировочная съемка, быстро становится для Брэндона испытанием, при котором он должен поспевать за своим героем Последнее решение Кая состоит в том, что он берет небольшой отдых от соревнований, чтобы дать себе возможность восстановиться и стать более соответствующим предстоящему Арнольд Классик Съемки и встречи с фанатами — всего лишь малая часть всего этого Компания Массаумед, спонсирующая Кая Грина, провела соревновательную акцию под названием «Тренируйся с Каем», чтобы подарить одному счастливому бодибилдеру несколько часов индивидуальных инструкций от Кая Грина Победителем оказался житель Огайо Брэндом Грэхом, который в пятницу разделил наше путешествие в тренажерный зал Метрофитнес Мы оставили возможность выбора типа тренировки Кая, и он держал в строгой тайне то, какая часть тела будет прорабатываться Мы понятия не имели, что же будет на повестке дня Ничего удивительного, что урок начался на беговой дорожке Когда ты идешь по дорожке, ты должен думать не о том, что ты просто жгешь калории И вот и не о том, что нужно держать сердечный ритм Воспринимай это как возможность хорошо сократить заднюю часть бедра, ягодицы, свой пресс и внешние косые мышцы живота Это то, что тебе нужно делать, если ты стремишься оказаться там и эффективно показать себя и получить удовольствие к тому же Он сказал, что это не разминка, это часть тренировки Сказал, что это не разогрев и не кардио Сказал, что это наше первое основное упражнение С каждым шагом мы сокращаем наши бедра и ягодицы И когда ты движешься, то внешние косые мышцы живота сокращаются, а твое тело немного скручивается относительно оси Увидит ли мир все это? Увидит ли это тот, кто проходит мимо? Реальность, прежде всего, это то, что делает человек Мелочи вроде этой формируют сильную нейромышечную связь И тогда, когда ты выполняешь станы на прямых ногах или сгибания ног в тренажере Когда делаешь присед или выпады, у тебя появляется возможность получать больше пользы от сокращений и напряжений мышц По сравнению с человеком, который не обращает на это внимания И не посвящает время на развитие законченной, прочной нейронной связи И если ты не понимаешь, а скорее всего ты не понимаешь, что я пытаюсь до тебя донести В активе ты имеешь за плечами всего два шоу за всю жизнь Ты увидишь, что когда настанет время шоу, ты будешь тратить много времени на позирование Будешь больше тратить времени на сцене Будешь думать о том, как же ты все-таки выглядишь той спиной в то время, когда судьи наблюдают И чем больше времени ты потратишь, тем больше ты начнешь осознавать механику позирования А тем временем мы закончили, 12 единиц пройдены Вот так Так, это было не кардио Это было просто подготовка Ага, хорошо Мы занимаемся поиском и отслеживанием сокращений на наших внешних косых мышцах живота А с помощью них мы сокращаем дистанцию между нашим плечевым поясом и бедрами Улавливаешь суть? Да Хорошо, сделаем это Сколько повторений? 20, 30 Приступим Старая школа Арнольда Шварценеггера Рука за головой И сокращение прессов 3 четверти Так, другая сторона Я представляю себе бренча Ворона, когда делаю это упражнение Выпрями ноги Не читингу и приступаем Давай, давай, ты такой молодой Действуй Субтитры сделал DimaTorzok Двадцатиминутная сессия, посвященная прессам Это жесткое начало тренинга Мне было интересно, что в последствии думал об этом Брэндон? Два Запомни это ощущение Три Используй кончики пальцев Четыре Пять Прочувствуй это Твои внешние косы сокращаются Раньше я так не работал над прессом Я считал это хернёй Ненавидел тренировать пресс Мне не нравится это ощущение Болезненного наложения То, как он смотрит на вещи Я хочу смотреть на них так же Получить опыт из первых рук И круто не только то, что у меня есть возможность тренироваться Но и фактически просто говорить с ним Просто пытаться понять его И пытаться перенять его мышление касательно многих вещей Растягивайся Сейчас ты видишь, как твоя спина гнётся здесь И сгибается совсем чуть-чуть Быстро переключись от этого положения в это Хорошо, хорошо Отлично, теперь мне следует отвести тело назад И в этом положении согнуть локти Да Когда я напрягаю свой пресс и чувствую, что сейчас хочу судорогу или спазм То я Просто говорю себе Просто вовсе мой маленький пресс Ты в порядке Ты можешь больше Хочешь верь, хочешь нет Но когда Ты проделываешь эти движения То По твоим прессом работает очень маленькая Меньше, чем спина Или чем одна широчайшая Но Очень сильная повздошно-поясничная мышца И Делая эти движения множество раз Мы даже не Осознаём весь объём Той работы, которую мы делаем Мы двигаемся, даже не задумываясь об этом Также в игру включается верхняя часть квадрицепса Которая управляет прямой мышцей бедра Они обе прикреплены к твоему тазу Это упражнение всегда позволяет мне растянуться ещё лучше И это упражнение помогает мне подправить таз без помощи массажиста Время от времени люди в зале будут смотреть на тебя и говорить что-то вроде Странно, а что он делает? Парень фигнёй страдает Но когда ты станешь профессионалом То это ты будешь говорить им Эй, что это вы делаете? Так, я очень неплохо растянулся Веришь ты или нет Но когда ты делаешь попеременные скручивания в стороны По типу локоть к колену, колено к локтю Я верю в то, что таким образом Ты снова и снова улучшаешь свою нейромышечную связь между твоим прессом и твоим бедром Понимаешь, почему я акцентирую на этом? Это здорово помогает в позе двойного бицепса спереди Широчайших спереди От твоего таза до середины бедра Это очень важная зона Всё, что мы сделали, посвящено именно этим позам Веришь ты в это или нет Ты будешь отталкиваться от базовой механики, которую мы применили сегодня при выполнении этих поз Передний двойной бицепс Широчайший спереди Поза в четверть оборота Хорошо Нам следует идти дальше Я мысленно заставляю свои ягодицы реагировать на это движение Я не пытаюсь просто двигаться Я пытаюсь достичь максимального растяжения Напряжения в максимальном объеме Пытаюсь вести свои колени как можно ближе друг к другу Развожу и сдавливаю Практически я хочу добиться позы приседа с максимальным напряжением в моих ягодицах Попробуй сидеть ровно, хорошо? Не позволяй своей спине откидываться, даже не думай об этом Сиди ровно Вот, вот, вот здесь Семь Давай, давай, давай Восемь Сфокусируйся на этом месте Девять Давай, давай Десять Одиннадцать Пять Не раскидывай их Разводи их Вот здесь Вот здесь Хорошо, одну секунду Поставь свои пятки на подставку Ты знаешь, что это даст тебе? Представь, что ты приседаешь И что ты упираешься пятками в пол Одно и то же Правда является тот факт, что положение твоих пяток это все Оно действительно очень сильно помогает управлять коленями, которые в свою очередь управляют бедром Правильное положение пяток необходимо, чтобы включить в работу ягодицы Улавливаешь смысл? Думай сейчас о приседе Во второй части Кай начинает разгон И для Брэндона наступает момент истины В моей голове было пусто Чувство истощенности Под заливал все лицо У меня никогда не было подобного опыта Проходя через это, я осознаю, что никто бы не смог подготовиться к этому заранее Этот персональный тренинг с Кайем Грином предоставил вам компания MuscleMeds Брэндон Грэхом, победитель первого конкурса от компании MuscleMeds «Тренируйся с Каем», довольно быстро осознал, что тренировка с Каем Грином сложнее, чем он представлял После 12 минут моральной подготовки на беговой дорожке, 20-минутной работе над прессом, растяжении в стиле йога и 5 минут сведения ног с акцентом на ягодицах Кай решил, что для Брэндона настало время увидеть настоящий тренинг Когда победитель акции «Тренируйся с Каем» получил уведомление о том, что выбор пал на него, осознание этого факта пришло не сразу Я обожаю все видео с Каем, обожаю серии видео за гранью Я смотрел столько раз, что не могу сосчитать Понятия не имею, сколько раз я пересматривал их Это было настоящее воплощение, мечты в реальность, тренировка с Каем Я хочу получить опыт с первых рук о том, как он смотрит на вещи Понимание того, что я буду тренироваться с самим Каем Грином пришло ко мне только в последнюю ночь Когда я лежал в кровати и думал об этом Здесь в 9 часов я буду тренироваться с одним из самых лучших бодибилдеров в мире Только что мы проделали абдуктивные движения Идея в том, что в работе такого типа ты распрямляешься Когда ты распрямляешься, ты проводишь свой таз под собой и выводишь его вперед И когда ты выводишь его вперед, ты напрягаешь свои ягодицы и распрямляешь свои колени при движении таза вперед Так что же я хочу тебя Так это то, чтобы ты добавлял этот момент ко всем упражнениям, где есть элемент сгибания колена Это довольно интересный момент, потому что в некоторых этапах упражнений твое колено не сгибается И становится довольно сложно включить работу ягодицы Вот в длине со стороны Так, я прихвачусь вот здесь Распрямляя свое колено Ты должен пытаться напрячь заднюю часть гидра И таким образом получить ответ от ягодиц А потом повторить движение назад Возможно, это не будет выглядеть в точности, как я показал это Это просто преувеличение Сейчас, когда на меня давит вес штанги Вполне возможно, ты не видишь той работы, о которой я говорил тебе Но в действительности она происходит Я все так же пытаюсь контролировать ягодицы и чувствовать, как они помогают моему бедру при выполнении упражнения В том числе при движении вниз Множество людей демонстрируют это упражнение, как нацеленное на квадрицепсы Если ты недостаточно прокачан в нейромышечной связи То, очевидно, ты выберешь простой путь Но моим обдуманным выбором является тот вариант Который я показал тебе При сокращении Даже если мои квадрицепсы работают в какой-то степени Я всегда направляю основное усилие На напряжение ягодиц И с задней стороны бедра Перед соревнованиями и даже в межсезонье Я выполняю это упражнение, не загружая штангу Сотня Девяносто килограмм Я делал так, когда был молод и малоинформирован Тяжелая штанга выглядит круто Особенно на камерах, но Это очень важный момент Понятие больших весов — солидная часть бодибилдинга Если заглянуть в прошлое, то становится ясно, что Кай Не понаслышке знаком с большими снарядами И многие молодые бодибилдеры, превращаясь с журналами и видео Думают, что большие веса — это единственный верный путь Реальность такова, что тяжелые веса в основном фигурируют при работе на камеру А настоящая работа в большинстве случаев выполняется с помощью небольших весов Это утренний тренинг Кая И он больше, нежели просто поднятие весов Это тренинг всего тела, накачивающий мышцы кровью и при этом оберегающий суставы Такой тренинг наполняет клетки питательными веществами Смазывает сухожилия, усиливает связки и выводит токсины Таким образом, сегодня, или на следующий день Тело Кая будет лучше подготовлено к зверскому испытанию тяжелым железом Чем тяжелее вы тренируетесь, тем больше вероятность того, что тренинг всего тела, подобно этому, поможет выявить слабости О которых вы даже не подозревали Я думаю, что Брэндон обнаружил очень большие пробелы в своем тренинге Когда мы приступили к подтягиванию широким квадом в суперсете с брусьями С того самого момента я начал чувствовать это Упражнение за упражнением Упражнение за упражнением без перерыва Обратите внимание на то, как работает Кай Легкая испарина пота, он практически не замечает нагрузку Даже в межсезонье его уровень производительности многократно превышает уровень среднего бодибилдера Многие бодибилдеры любят разбрасываться большими весами в зале Это весело и повышает само мнение В действительности же только баланс между весами и механикой Вот что настоящая вершина мастерства этого вида спорта Несколько раз во время тренинга Кай общался с фанатами, которые хотели поприветствовать его и получить фото Это неизбежная участь одной из самых уважаемых фигур в бодибилдинге Кай всегда любезен, и его внимание никого не обделит Думаю, что Брэндон становится все более и более благодарен этим перерывам Но вынужденные перерывы длятся не слишком долго И Кай быстро возвращается к своему беспощадному темпу Тренинг длится уже около часа Мы проработали все важные части тела, включая два упражнения для икор Которые я не могу показать вам из-за ограничений во времени А ведь это еще не все В начале все выглядело так, что на Кай хотел глянуть Может ли Брэндон в принципе работать тяжело? Сейчас ЖК интересно, насколько тяжело способен работать Брэндон Давай Девять Хорошая работа Продолжаем Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Давай Четырнадцать Давай-давай Пятнадцать Мы пришли сюда в Метрофитнес, чтобы просто отстать медиа-ивен для Масл Медс Но происходящее здесь, в Коламбусе, пробудило во мне инстинкты документалиста Брэндон начисто перешел все возможные границы истощения, те, о которых он даже не подозревал То, что предполагалось, как веселое времяпровождение со своим героем, стало настоящим испытанием силы духа Хорошая работа Я не вижу ни одной ситуации, при которой хоть кто-нибудь смог бы подготовить себя для этого Это невозможно Потому что я думал, что я был готов Я был уверен, что я более чем готов тренироваться с Каем Но не имея такого опыта и проходя через все это, я уверен, что никто бы не смог бы подготовиться к этому заранее Двенадцать Дринадцать Четырнадцать Пятнадцать Хорошая работа Выглядит просто по-чемпионски Да, сэр К концу я был ужасно уставшим А он просто стоял и повторял Давай, продолжай Типа, нет времени болтать Я чувствовал себя так, что в какой-то момент хотел было сдаться Но Кай ранее сказал мне одну фразу Отдавай все до последнего усилия Иначе ты будешь жалеть об этом позже Камеры не смогли бы мне помочь Пару дней назад я думал, что меня будет сильно мотивировать тот факт Что сто тысяч или даже миллион человек будут смотреть на меня в интернете или когда купят DVD И что рядом с Каем Грином я буду вынужден выглядеть хорошо Но в действительности то, что помогло мне, это маленькая фраза, сказанная Каем Именно она дала мне мотивацию не сдаваться Каждый повтор Каждый последний повтор у меня был без памяти Истощен пот, заливал все мое лицо На девятом повторе, сжима над головой, я хотел выжать еще один Я никогда не заканчиваю на дело, отдаюсь полностью Тебе не нужно гнаться за весами Сказал он Мы бы могли выполнить это упражнение и со штангой в 100 кг Но мы выполняем его с почти что пустым грифом И в конце тренинга это было чертовски утомительно И он сказал Смысл не в том, насколько большой вес ты берешь Вся суть именно в том, как ты сокращаешь мышцы Технически, если понимаешь, все это не для того, чтобы ты пытался поднять огромные груды железа Или пришел и сказал Так, посмотрим, насколько много я смогу пожать сегодня Это другая часть тренинга Гладкая и изысканная, понимаешь? Сейчас, когда ты узнал все это Ты увидишь, как начнет развиваться твоя нейромышечная связь И ты поймешь, как механически применять все это Когда ты пройдешь через это Когда ты будешь жестко выполнять упражнения Так же жестко, как Кай и я Это будет настоящим тренингом Я бы никогда не смог подумать о том, что можно в прямом смысле слова Гореть от жима штанги над головой Таким образом, Брэндом Грэхом вошел в эксклюзивный клуб молодых бодибилдеров Которые полностью переосмыслили свой тренинг и освоили философию бодибилдинга после проведенного времени с Каем После этой съемки Брэндон и Джейсон Майерс из документальной серии «Искупление» стали друзьями на Facebook и объединили свой опыт Если вы, парни, скажете мне Кай снова проведет тренинг на следующей неделе Не хочешь к нему присоединиться? Я бы подумал примерно минуту Но уверен, что я принял бы это предложение снова Кто будет следующим? Следующий конкурс «Тренируйся с Каем» скоро начнется У вас есть то, что необходимо, чтобы тренироваться с Каем? Тогда посетите сайт «Масл Медс», чтобы узнать о конкурсе подробнее Вы также можете получать незамедлительные уведомления обо всех моих видео, подписавшись на мой канал на YouTube и став другом на Facebook Это тренировочная инструкция от Кая Грин Предоставлена вам компанией «Масл Медс» Продолжение следует...